Доброго дня, дорогие зрители! Рада вас приветствовать! Очередной прямой эфир, очередной КФО Live. Я и ведущий Роман Плинсков. Сегодня у нас в гостях инженерный институт. С вашего позволения представлю гостей, которые пришли к нам сегодня в студию и расскажут об этом прекрасном институте. Эмиль Василович Шамсудинов, заместитель директора по научной деятельности. Эмиль Васильевич, вам доброго дня! А также Ильдар Ильсурович Хафизов, заместитель директора по образовательной деятельности инженерного института. Ильдар Ильсурович, вам тоже добрый день! Рад вас здесь видеть. Что же, правила у нас просты нашего эфира. Вопросы подготовленные у нас есть, которые ранее абитуриенты оставляли в группе ВКонтакте Казанского федерального университета. И также по ходу эфира, возможно, абитуриенты зададут свои вопросы. Так что напоминаю, уважаемые абитуриенты, их родители, зрители, если вас что-то интересует относительно инженерного института, пишите обязательно свои вопросы по ходу нашего прямого эфира ВКонтакте в группе Казанского федерального университета. Самые интересные из них мы обязательно зададим. По традиции нашей программы начинаем со вступительного слова. Пожалуйста, кто первый его возьмет? Ильдар Ильсурович. Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, заинтересованные лица, мы проводим вот такую встречу традиционно. Хотели бы рассказать об инженерном институте, о возможностях, об специальностях, которые возможно получить в стенах инженерного института Казанского федерального университета. Дорогие абитуриенты, не надо забывать, что учеба в нашем Казанском федеральном университете это не только качественное образование, но еще и реализация интересных проектов, включая реализацию стартапов. Поэтому всех приглашаю поступать, работать и оставаться в университете. Сразу видно с начала нашего эфира, где технари, а где гуманитарий. Гуманитарий обычно свое приветственное слово растягивает минут на 30. Здесь же все четко, понятно, по факту. Поехали по вопросам тогда, с вашего позволения. Расскажите про направление вашего института. Основное направление инженерного института – это девиз, слоган «Аддитивные роботизированные технологии в биомедицине». Исходя из этого, подготовка на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры ведется по таким укрупненным направлениям, как первое – это управление в технических системах. Здесь мы готовим бакалавриат и в этом году набираем три группы по таким профилям, как первое – это управление качеством. Здесь ребята знакомятся с международными стандартами, с оценкой качества, с всеобщим управлением качеством, с аудитом. Вторая группа – это профиль управления роботизированными производственными системами. Здесь мы объединили не только автоматизацию, не только управление в технических системах, но и робототехнику. Робототехнику ребята изучают на двух укрупненных направлениях. Это андроидная робототехника, человекоподобная, и промышленная робототехника. Ключевым в этом направлении можно сказать, что преобразования пошли, что также начали усиливать работу в области конструирования роботов. Третья группа, которая вызвала интерес как со стороны работодателей, со стороны государственных структур, со стороны нашего ключевого партнера в лице ТАТ «Энерго», инжинирингового центра «Энергопрогресс», ТАТ «Трансгаза». Это профиль, который в этом году мы набираем первый раз. Это проектирование и эксплуатация объектов топливного энергетического комплекса. Здесь видим и интерес со стороны работодателей, и видим интерес со стороны абитуриентов, желающих получить такую квалификацию. Четвертая группа бакалавриата, которую мы набираем, это 16-я укрупненная группа специальностей «Техническая физика» с профилем «Теплофизика», «Физика плазмы» и «Водородная энергетика». Из названия профиля также видно, что ключевой интерес как и обучающихся, так и кафедры технической физики связаны с энергетикой. Здесь все направления изучаются, начиная от традиционной, нетрадиционной, передовых. И это все на уровне бакалавриата. На бакалавриат в этом году у нас большой интерес проявило государство, и в рамках контрольных цифр приема у нас 90 бюджетных мест. То есть это ключевое значимое для родителей, так как стоимость инженерного образования коммерческая также высокая. Если говорить об уровне магистратуры, то здесь мы реализуем и в этом году набираем 6 групп по таким направлениям. Первое – это в рамках биотехнических систем и технологий две укропненные магистрские программы. Первое – это медико-биологические аппараты системы и комплексы. Она традиционная, в течение нескольких лет ведется и имеет спрос у работодателей и у абитуриентов. А вторая группа – это медицинская клиническая техника. В связи с тем, что в Казанском федеральном университете есть клиника, есть своя медицинская часть, есть свое оборудование, то данных ребят мы готовим для того, чтобы занимались сервисом, обслуживанием, ремонтом, модернизацией медицинской клинической техники. Далее в рамках магистратуры на кафе технической физики и энергетики реализуется магистрская программа техническая физика. Здесь также набор у нас на 15 бюджетных мест. В рамках инноватики – это укропненная 27-я группа управления в технических системах. Мы также набираем три группы по 10 бюджетных мест. Это магистерские программы, такие как метрология и сертификация. Это для завершения и укропнения, повышения знаний для таких выпускников, как управление качеством, стандартизацией, метрология, сертификация. Вторая магистерская группа – это управление инновационными технологиями роботехнических систем. Здесь укропненно мы можем сказать, что это робототехника. Здесь обучаются ребята, закончившие и как нашей специальности, также выпускники других технических направлений. И третья группа, которая также вызывает интерес, и первый раз мы в этом году будем набирать и осуществлять это направление магистерской программы, это проектирование, эксплуатация, жизненный цикл объектов топливно-энергетического комплекса. На магистратуру у нас в этом году также большое количество контрольных цифр приема – это 65 мест для набора и обучения в инженерном институте. Так вот, сегодня, как пример могу сказать, был выпуск и было торжественное вручение дипломов нашим выпускникам. С каждой кафедрой инженерного института часть ребят – это талантливые, успешные ребята – получили рекомендации для обучения в аспирантуре. И в инженерном институте также реализуются… На сегодняшний день реализовалось 3 специальности по аспирантуре. Сейчас, с сентября, планируется довести до 5-6 направлений, которые будут реализовываться в рамках вот этого научного девиза инженерного института. Ну и про докторантуру тоже могу обозначить. Есть докторантура, докторант. Все ступени, которые возможны к реализации в университетах, они реализуются в инженерном институте. Замечательно. И радует то, что все больше и больше бюджетных мест появляется в вашем подразделении. И вопрос следующий. Вытекает как раз-таки из количества бюджетных мест. Большой ли конкурс в этом году? На сегодняшний день, просматривая статистику поданных заявлений, могу отметить, что более 600 заявлений принято и обработано приемной комиссией Казанского университета. Но следует отметить, что это пока было в основном на уровень бакалавриата. Так как ребята только на этой неделе, на следующей неделе получают дипломы бакалавров, ожидаем, что к 20 июля будет также конкурс и уже статистика поданных заявлений на магистратуру. Если по прошлому году информацию вспомнить, более 1100 уникальных заявлений было подано в инженерный институт. В этом году также ожидаем. Замечательно. Давайте поговорим немножко о практике, где студенты могут ее проходить. Может есть какие-то компании-партнеры? Давайте тогда по практике, потому что она все-таки близка с реальным сектором экономики. Кто как ни наука, должна сейчас работать только с ним в первую очередь. Инженерный институт сам по себе предполагает тесную смычку с машиностроением, с предприятием машиностроительного комплекса. Это такие классические для Казани предприятия, как КМПО, авиационный завод, вертолетный завод. При необходимости можно заключать договоры и с другими предприятиями машиностроительного блока. Что касается... В принципе, это касается как технической физики, так и управления качеством. Потому что управление качеством, это вроде бы с одной стороны кажется непонятно, с другой стороны это бережливое производство. То, о чем мы уже года три знаем, что Татарстан активно участвует в реализации, это федеральный проект. Естественно, что бережливое производство — это элемент управления качеством. К этому же направлению можно отнести такое хорошее направление, как энергоменеджмент, на самом деле, что актуально для всех предприятий, как нефтехимического комплекса, так и топливно-энергического. Поэтому, на самом деле, у нас в случае необходимости базой практики могут быть как машиностроительный комплекс, предприятия машиностроительного комплекса, так и предприятия нефтехимического и, естественно, топливно-энергического. В первую очередь, конечно, это Татарнерго. Что касается тех двух направлений, одна бакалаврия, другая магистратуря, то, что Эльдар Расуль сказал по энергетике, она создана в виде, будет реализовываться на базовой кафедре, которая находится в энергопрогрессе, энергопрогресс находится в городе Казани. Соответственно, ребята, которые мы тем самым расширили свою линейку возможностей, и уже не только на основании договоров о практике можем уже заходить туда и изучать, и реализовывать конкретные проекты, но и же это базовые кафедры по умолчанию встроенной системы образования КФУ. Спасибо, продолжим. Следующий блок вопросов у нас посвящен магистратуре. Давайте подробнее об этом поговорим. Расскажите, пожалуйста, про программы магистратуры. Программы магистратуры в этом году мы реализуем шесть, но здесь хочется отметить, что ежегодно происходит обновление, актуализация программ. От каких-то программ мы отказываемся, какую-то программу мы актуализируем и изменяем под потребности работодателей. И, соответственно, абитуриенты тоже на это идут, понимая, что все меняется и нужно получать новые знания. Вот, как я уже озвучил, по 12-й укропненной группе, это биотехнические системы и технологии, мы в этом году набираем 20 бюджетных мест. У нас две группы. Это медико-биологические аппараты и медицинская клиническая техника. То есть спрос на эти специальности имеется. И если сравнивать, допустим, с другими специальностями, то также видим здесь то, что есть более 40% ребят, которые приезжают из других городов и из других районов республик. Тем самым мы видим заинтересованность в том, что данные специалисты, получив образование здесь, разъезжаются по своим регионам. По инноватике, вот у нас 30 бюджетных мест, три группы будем набирать. У нас также есть такая магистерская программа, как интеллектуальная собственность. Это интересная программа, но на нее мы набираем, чередуя через год. Почему? Потому что в каждой организации есть служба, которая занимается защитой авторских прав, занимается интеллектуальной собственностью, защитой своих интеллектуальных объектов. Но в основном это малочисленные службы. И, соответственно, мы не только хотим вывести на промышленную, как говорится, линию подготовки этих специалистов, но мы стремимся подготовить, но и трудоустроить этих ребят. И, соответственно, чередуя через год, мы видим, что ребята трудоустраиваются, в течение года формируется новый заказ со стороны работодателей, и через два года обучения ребята могут трудоустроиться, работать по интеллектуальной собственности. В рамках инноватики у нас также есть еще видение и разработки такого рода, что, как пример мы приводим, что любой инженер может стать и управленцем, и экономистом, и руководителем компании, но не каждый гуманитарный или с экономическим образованием может стать инженером. Поэтому вот такая программа у нас, как предпринимательство в высокотехнологической сфере, то есть где мы, ребят, пытаемся обучить то, что сделали, придумали, изобрели своими руками, то это необходимо еще и коммерциализовать. К слову, можно отметить, что трое обучающихся инженерного института приняли участие в молодежной программе «Стартап», и вот буквально вчера, позавчера мы узнали, что они стали обладателем миллионного гранта. Скажем так, принял участие больше, принял участие 9 молодых ребят, а выиграли трое. В принципе, коэффициент 1 к 3 – неплохой коэффициент для подобного рода всероссийских конкурсов. Если посмотреть динамику по другим вузам, у них, конечно, коэффициенты другие. И вот в рамках таких моментов тоже можем сказать, что наши ребята, обучающиеся инженерного института, участвуют в конкурсах, в грантах, в подаче заявках, и с высоким процентом выигрыша, я уж так озвучиваю, получают то, что на реализацию своих научных идей мысли получают финансирование. Также для студентов инженерного института доступны все виды стипендий, то есть их огромное количество, как и в Казанском федеральном университете, и ребята, обучающиеся студенты инженерного института, с большим интересом принимают в них участие. То есть здесь следует отметить, что такие стипендии, как президенты Российской Федерации, правительство Российской Федерации, для приоритетных направлений, а в инженерном институте большинство специальностей, они отнесены к реестру, к списку приоритетных направлений подготовки Российской Федерации. И здесь ребята также получают финансовую поддержку в рамках участия в таких мероприятиях. Что ж, хорошо. По поводу магистратуры еще один вопрос. Когда проходят экзамены вступительные на магистратуру? Если можно рассказать, что именно в этом экзамене. Экзамен у нас по расписанию утвержден и будет проходить 1 августа. Экзамен из себя представляет комплексное вступительное испытание, куда входит следующее. Это тестирование, это портфолио. В кавычках мы называем портфолио. Это эссе, описание, достижение своих публикаций, участие в грантах, в олимпиадах. И собеседование. Тестирование, дабы избежать человеческих факторов, происходит онлайн через компьютерную систему тестирования. И компьютер оценивает знания теоретические. И пройдя вот такое комплексное испытание, 1 августа ребята на сайте увидят по рейтингу свое положение. И до 12 августа, определившись с направлением, подав оригиналы документы в приемную комиссию, 15 августа выйдет приказ о зачислении на бюджетную форму магистратуры. То есть, в первую очередь, я вот говорю о бюджетной форме обучения. Для наших абитуриентов контрактные формы обучения, для абитуриентов иностранцев также определены несколько дат, когда они и в июле, и в августе, и с определенной периодичностью будут сдавать вступительные испытания. Поговорим про выпускников СПО. Какие правила для поступления есть у выпускников колледжей? Про выпускников СПО. Ну, здесь хочу отметить, что да, среди студентов есть ребята, кто сначала закончил колледж, техникум. В основном это наше техническое направление. Ребята по правилам сдают внутренние вступительные испытания, так как у них нет результатов ЕГЭ. Это вступительные испытания русский язык, математика, механика и электротехника. Сдают в стенах Казанского федерального университета. Эти баллы переводятся так же, как в баллы ЕГЭ. И на основании этого они участвуют в общем конкурсе. Ну, также следует отметить, что так как ребята, выпускники колледжей, техникумов, также идут уже трудоустраиваются, то здесь следует отметить вот так называемом целевом наборе. То есть для этой категории также есть и целевой набор, и также следует отметить по особой квоте. Здесь ребята пользуются своими правами и поступают, учитывая вот эти все пункты. Поговорим еще о выпускниках в целом, и бакалаврах, и магистрах. Где работают ваши выпускники? То есть практика это одно, познакомились, но где именно работают? Ну, работа, на самом деле, обучение в Казанском федеральном университете дает такую хорошую базу, что, в принципе, трудоустроиться выпускник может в самом неожиданном месте. Это я по себе знаю, на самом деле. Я выпускник Мехмата, 96-го года выпуска, поэтому, вроде бы, вот, в свое время поработал в энергоуниверситете, в Российской академии. То есть первое, на что можно говорить, это то, что это прикладнение, проектное бюро, то есть там, где нужны люди с фундаментальными знаниями и с опытом проектирования, конструирования. Второй момент, где обычно трудоустраиваются молодые люди, ну, естественно, это предприятия, системы, машиностроительные предприятия, нефтехимические предприятия, опять же, те же самые, то же самое, ТАТЭНЕРГО, потому что на любом предприятии есть либо служба главной энергетикой, либо служба главного метролога, где нужны ребята со знаниями, как инженерными, так и, на самом деле, с фундаментальными. Потому что иногда зачастую бывают такие казусы, что не понимаешь, почему происходит то или иное явление, и мало того, что надо заменить прибор, надо понять, почему это происходит. Вот тут как раз выпускники КФО на фоне выпускников других вузов более подготовлены, скажем так, к неожиданным разворотам техники. Что касается, отдельно хотелось бы затронуть направление биомедицинской инженерии, на самом деле, уже обучаясь здесь, Эльдар Асуль сказал, что они уже и практикуются в медсанчасти, и ремонтируют ту технику, которая лечит людей, и обследует людей, и поэтому тут поле необъятное, что называется, это все медучреждения, как республики, так и иных регионов Российской Федерации. То есть каждый выпускник инженерного института найдет себя? При желании найдет. Главное, чтобы у человека было желание продолжать свою трудовую деятельность по профилю полученного образования. Что ж, вопросы у нас на этом закончились. То есть предлагаю какие-то пожелания абитуриентам, бакалаврам, магистрам перед поступлением. Может, как справляться со стрессом, как инженеры это делают? Ну, как справляться со стрессом, это, наверное, больше, как вы сказали, гуманитарии. Эльдар Асуль, вы начните, а я ваш концовку сделаю. Нашим абитуриентам, родителям хочу пожелать выдержать вот этот длительный период до выхода приказа, когда все переживают, нервничают. Обращаться у нас указаны и рабочие телефоны, и мобильные телефоны, и в приемной комиссии. У нас есть консультанты, которые консультируют. Просьба не совершать быстротечных таких решений, например, как принятие или подписание заявления о согласии на зачисление, не продумав, не просмотрев всю ситуацию, картину в целом. То есть иногда вот такие быстрые движения, они могут как бы только навредить. В приемной комиссии также доброжелательно и по колл-центру, и в виде обратной связи через социальные сети ответы все поступают. Абитуриентам желаю в наших неформальных социальных сетях разговаривать с нашими уже студентами первого, второго, третьего курсов и магистрами, когда зачастую, ну, казалось бы, нам не задают такие вопросы, а просматривая социальные сети, спрашивают, а как сдать математику, а тяжело ли выучить физику. И наши ребята с удовольствием также на все эти неформальные вопросы и по обучению, и по спорту, и по заселению в деревню универсиады стараются все это ответить. Также вот один момент, который забыл, но хотел бы озвучить, инженерный институт очень тесно сотрудничает с таким вот военным технопарком «Эра». Это связано с научной ротой по робототехнике. Когда вот родители задают вопрос, а есть ли у вас военные кафедры, обучение с помощью на военных таких вот этих, мы отвечаем, что у нас военной кафедры нет, но у нас есть сотрудничество, и наши выпускники бакалавриата, те, кто имеет средний балл больше 4,5, они все приглашаются и все привлекаются для прохождения военной службы по окончании обучения. Вот в военном технопарке «Эра», это в городе Анапа, на побережье моря, в научной роте. То есть ребята, наши выпускники, целый год проходят военную службу. В течение года, конечно, напрямую нам отвечать на наши запросы не получается, но вот на страницах инженерного института есть пару таких вот интервью, когда ребята до принятия присяги или после окончания своей военной службы ребятам рассказывают, и мы хотим, чтобы родители и абитуриенты знали, что окончив инженерный институт, у наших ребят возможность пройти военную службу именно в научной роте. Это вот хотелось бы акцентировать на этом внимание. Ну и пожелать всем удачи, на все вопросы постараемся ответить, контакты и телефоны, и социальные сети у нас всегда на связи, мы стараемся ответить на все ваши вопросы. Ну, в дополнение, что хочу отметить. Технополис Эра — это хорошая штука. Если кто там был, кто видел, то, в принципе, ребята, хотя и считается это уже военка, но на самом деле они живут в таких комфортных условиях. Да, это армия, да, это дисциплина, да, это порядок, но, может, оно и к лучшему. А то, что государство дает возможность заниматься передовыми вещами, то, что будет востребовано завтра, это, наверное, очень хорошо. Я тут только как научник очень приветствую. Что касается в целом, ну, я считаю, что, во-первых, а, учиться в Казанском федеральном университете — это не только полезно и почетно. Начнем с того. Потому что университет имеет многосотлетнюю, скажем так, историю, уходящую далеко-далеко вниз, и поэтому те школы, которые существуют уже больше 200 лет, они дают свое знать, ребята на выходе, как бы они ни хотели, увильняли от обучения, они все равно получают знания, и, в принципе, все неплохо трудоустроятся в жизни. Поэтому коллектив в университете и в инженерном институте очень доброжелательный, очень внимательный и к абитуриентам, и к обучающимся, и к их родителям, в принципе. И на самом деле то трогательное отношение и контроль с тем, чтобы ребенок вовремя все выполнил, и родители об этом знали, этим отличается университет и наш инженерный институт. Поэтому ждем и родителей, и детей поступления в наш университет, ну и считаю, что у них все получится. Если они выберут дорогу сюда, они сделают правильный шаг в жизни своей. Что ж, большое спасибо за то, что нашли время к нам прийти и ответить на те вопросы, которые нам ранее абитуриенты присылали. Надеемся, еще с вами увидимся. Спасибо. Это был КФО Лайф для инженерного института. Берем небольшую паузу на выходные в понедельник. Продолжим, пока идет приемная кампания, наша программа работает. Увидимся, услышимся, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин